Аким области Нурлан Нугаев проехал по полям области. Он посетил крестьянские хозяйства Теректинского района, чтобы лично увидеть их состояние, узнать о проблемах фермеров. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Первым делом Нурлан Нугаев посетил крестьянское хозяйство Айсулу, где вместе с директором Агауя Зейнулиным проехал по полям. В крестьянском хозяйстве в этом году засеяно 2000 гектаров пшеницы и 1272 гектара озимой ржи. В этом году могут быть проблемы со сбытом, так как цены установили невыгодные для них. Получается, что они должны продать зерно в убыток себе. Также хозяйство занимается племенным животноводством. Ежегодно получает 94 теленка от 100 маток. Сейчас по голове крупнорогатого скота составляет 1156 голов. В территории самого хозяйства 27 757 гектар. Наша основная цель и профиль, коль мы занимаемся разведением мясного скота, это реализация племенного молодняка бычков и телок. В основном реализуется как на территории нашей области, так и на территории нашей республики. Вот у нас хорошо берут фермеры и крестьянское хозяйство от Раусской области, Ахтюбинской области, Казлардинской области, ну и плюс наша область. Вырастить можно, собрать можно, где хранить и кому реализовать, это основной вопрос крестьян. По пути исследования Аким встретился с руководителем КХ Бакхат Амангалибу Кенбаевым. Всего у них 5,5 тысячи гектаров земли. Работают в КХ Бакхат 24 человека. В этом году они взяли субсидии на развитие в размере 2 миллиона 86 тысяч тенге. Дальше по маршруту было КХ Тулпар. Это КХ является производителем первого, второго и третьего сортов пшеницы. Посевная площадь составляет 3558 гектар. Из них 900 засеяно подсолнухами двух сортов и 50 гектар гречихи по бокам полей. Для того, чтобы пчелы не опыляли подсолнух, а отвлекались на гречиху. Данное хозяйство одно из лучших в области по техническому оснащению. У нас проблема только одна. Мало земли. Техники есть, люди есть. Земли мало, не хватает земли. Рядом из хозяйств некоторых, которые держат земли, но не обрабатывают. Последним пунктом следования стала агрофирма Акас, руководителем которой является Катаула Ашигалиев. Общая площадь хозяйства около полторы тысячи гектар. Засеяли ее ячменем, зерном и овсом. Также имеется крупнорогатый скот. В этом году они решили попробовать жидкий фосфор. Им же обрабатывали семена перед посевом. При соблюдении необходимых технологий можно достичь хороших результатов. Этому свидетельство, вы сами стали свидетелями фермеры. Они говорят, что соблюдая технологию, можно получить хороший урожай. Как растение, так и животноводство. Да, это требует дополнительных затрат, финансовых затрат, требует дополнительного времени, чтобы заняться этим. Но в конечном итоге эти вложенные средства, они окупятся. Подводя итоги дня, Нурлан Угаев отметил, что сейчас мы изучаем опыт соседних областей и стран, и мы найдем пути решения наших проблем. А их немало. Это недооснащенность техникой, нехватка нужного качества семян и нехватка средств. Эти вопросы решаются, но, как сказал Аким, все упирается в финансы. Главное, что у наших работников в этой сфере есть огромное желание работать. А это очень важно, ведь это очень тяжелый, круглогодичный труд. Биби Гульта Ужанова, Анна Мордвинчева, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Стал известен победитель областного детского бизнес-проекта по экологическому образованию для устойчивого развития. Им стал учащийся 8 класса Жаножолская основная школа Акжаевского района Мархабад Сериков. Ученик представил проект магнитного генератора МГ-12, который экономит электроэнергию. В феврале, когда проходил областной конкурс, было представлено множество работ детей, но на республику отправили только лучшие. В итоге 11 проектов были представлены в городе Астана. Проводится вот этот конкурс «Лучший бизнес-проект учащихся, школьников». Конкурс это проводится с 2007 года. И в истории конкурса бизнес-проектов самый высокий, самый лучший экран в размере 150 тысяч. Они хотят экономить электроэнергию в своей школе, пока они на два классных кабинет. И хотят экономить, как они сказали, на 20-30% расходов денежных. Прибор, который спроектировал восьмиклассник, уже используется пока, конечно, по минимуму. Но ученик получил грант на 150 тысяч тенге. А это дает возможность на дальнейшее развитие своего изобретения. Они участвовали, показывали свою работу. И теперь в конце августа, в сентябре комиссия приходит, посмотрит их работы, насколько они реализовали на эту сумму. На церемонии награждения, которая проходила в Астане 14 мая, члены жюри были удивлены работой Мархабата. Теперь его проект хотят представить на Экспо-2017. Олег Великим, Анарбек Кушалиев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Сегодня Казахстан отмечает День работников культуры. Тех, кто выбрал творческую профессию, будь то музыка, искусство, театр. Эти люди трудятся в то время, когда другие отдыхают, делая нашу жизнь интереснее и ярче. Оказалось, что они сидят без дела, они и в свой профессиональный праздник. Своими достижениями и планами местные деятели культуры поделились с нашими корреспондентами. День работников культуры – относительно молодой праздник. В Казахстане его начали отмечать совсем недавно. Работники культуры – люди особенного склада, трудящиеся по призванию. Дарить людям праздник – это их основная задача. На сегодняшний день в области насчитывается свыше 4000 работников культуры. Они работают в абсолютно разных местах – в городских и областных библиотеках, домах творчества, театрах, культурных центрах, филармонии. Проводят мероприятия на местном уровне и участвуют в международных конкурсах. Наши коллективы – ансамбль «Уралсазы» у нас в Германии и Ватикане. В Москве посольство выступали, обслуживали на Урзмираму. Бахат Беконсанбаев выбрал для себя режиссуру. За время своей творческой деятельности сделал вывод о том, что современный молодежь зачастую просто не понимает истинное значение культуры. Многие люди не знают о проводящихся в городе и на селе мероприятиях, не интересуются этим вообще. Хотелось бы, конечно, чтобы наша республика, наша страна просветала культурно, развивалась культурно, творчески. Потому что сейчас в данные дни, например, в эти современные дни, нынешняя молодежь не совсем близка к такому творчеству, как, например, классика. На первый взгляд может показаться, что работа деятелей культуры носит развлекательный характер и не составляет особого труда. Однако на деле это не так. Чтобы добиться хорошего выступления, необходимы сотни репетиций, которые занимают практически все свободное время. Но главное при этом – любить свою профессию, говорит Галина Калашникова. Нравится, когда получается и когда то, над чем ты работаешь. Можно, как говорится, пожинать плоды на концертах, когда это все звучит так, как ты задумала. Вот это самое главное – доставлять зрителям удовольствие, передавать характер произведения. Жителям Уральска советую и желаю, чтобы они посещали чаще наши концерты. Потому что мы работаем ради вас, для вас. Потому что мы хотим, чтобы вы радовались вместе с нами, приобщались к искусству. В человеке все должно быть прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Эту фразу известного классика Антона Павловича Чехова еще раз подчеркивает значение профессии работников культуры. Именно эти люди, стремясь к совершенству, должны быть примером для других и быть отражением духовного развития всего общества. Марина Горбук, Дориан Дусимбеев, Александр Грабарев, ТДК-42. Сегодня на базе детско-юношеского центра туризма и экологии «Атамикен» прошли учебно-полевые сборы среди школьников. Ребята соревновались в умении стрелять из пневматического оружия, а также в сборке и разборке автомата Калашникова. Как еще проявили себя школьники, расскажет Пебекуль Таужанова. Ежегодно подобные сборы собирают немало желающих. Вот и в этом году приняли участие около 280 ребят. Учащиеся 10-х классов школ города соревновались в умении стрелять из пневматики, собирать и разбирать на время автомат Калашникова, а также в мастерстве рукопашного боя. Именно такие учебно-полевые сборы, уверены организаторы, воспитывают в юношах дух патриотизма и мужества. Эти ребята все будущие защитники Родины. Я думаю, это мероприятие им послужит фундаментом, чтобы они сформировались как уже солдаты. Они школьники, а солдаты, и чтобы они не боялись слить в армию. Военно-полевые сборы в первую очередь, что они дают? Это подготовка защитников Отечества и подготовка патриотов Родины. Каждый мужчина должен обращаться со стрелковым оружием не для того, чтобы служить в армии, а для того, чтобы он свой дом, свою семью всегда мог защитить. Сами участники отмечают, владеть техникой стрельбы и иметь хорошую физическую подготовку немаловажно для каждого мужчины. Ведь освоить азы воинской службы – прямая обязанность, отмечают они. Вот и сегодня победить на подобных соревнованиях – честь для каждого из них. Этот полевой сбор нам дает мужество побеждать в любом виде спорта, занимать призовые места. В этом сборе мы учимся разбирать автоматик Калашникова, потому что это в будущем пригодится нам. Потому что некоторые могут стать большими солдатами, могут пойти в военную школу. Организаторы рассказали, что такие сборы будут проводиться и далее. Бибигульта Ужанова, Алтенбек Майкенов, Рустам Джумашев, телеканал ТТК-42. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова